Коллеги, всем добрый вечер. Сегодня среда, 26 августа. Записываю для вас видеобзор по трем литкоинам. Это Ripple, Unisgo и Polkadot. Поделюсь своими соображениями, исходя из зоны дисбаланса. Также разберем инструменты в рамках торговой стратегии 18 на 20. Это трендовые линии и Fibonacci. Также предлагаю провести небольшой розыгрыш доступа в закрытый канал, либо 50 долларов на ваш какой-либо криптокошелек, либо банковскую карту. Все, что требуется сделать, это подписаться на YouTube-канал Трейдер 80 на 20, оставить любой комментарий к этому видеоролику и подписаться на Telegram-канал Трейдер 80 на 20. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Что касается Telegram-канала, рекомендую настоятельно подписаться, даже несмотря на розыгрыш, потому что именно здесь выходят анонсы к видеороликам. YouTube не всегда вам присылает анонсы моих новых видеообзоров. Плюс все обновления и интересные, на мой взгляд, наблюдения, которые я делаю, бывает, ночью, да, или либо днем, там, я также буду выкладывать в Telegram-канал. Так, дальше. А, еще и последнее будет конкурс на 3000 долларов. Скорее всего, о нем я сообщу именно в Telegram-канале в первую очередь и уже потом в видеоформате. Ну, давайте в первую очередь рассмотрим Altcoin Ripple. По Altcoin я размещал и график XRP к BTC, это было ночью сегодня. И также размещал пост о накоплении данных монет, да, о том, что все-таки Altcoin увеличивается на балансах кошельков розничных инвесторов. Вот, и, ну, я тут написал, модное, когда все холдеров XRP вытряхнут, тогда он и начнет расти. Наверное, каждый из вас рассуждал с такой позиции, да, о росте Altcoin Ripple, о том, что очень много холдеров, очень много криптоманьяков, Ripple-маньяков, да, и фанатов данного Altcoin. Поэтому он не растет. На мой взгляд, причина вовсе не в этом, потому что даже если вот рассмотреть вот это изображение, статистику, я нашел это в Твиттере, да, потому что человек сделал скриншот из сайта Ledger Explosed. Ровно год назад, это было 26 августа 2019 года, да, и, соответственно, 25 августа 2020 года. Как вы видите, балансы розничных инвесторов, они выросли, да, то есть, смотрите, 724 тысячи, тут 746, 14,5 миллионов XRP, 25 миллионов XRP, почти в два раза выросли балансы кошельков. Если чуть подробнее и на сайте, то, соответственно, сайт Ledger.Explosed, ну, Ledger.Explosed, можете тоже зайти посмотреть. Вот этот график за 26 августа, то есть, как я понял информацию, да, меньше чем, ну, точнее, 0,01% всех кошельков Ripple владеет 25 миллионами Ripple или более. То есть, именно год назад, если брать 2019 год, и было всего 14400, то есть, налицо, что ни на есть накопление. Балансы кошельков именно увеличиваются, несмотря на то, что Ripple снизился до 10-14 центов. Это было в этом году, да, если смотреть весь 2019 год, давайте посмотрим. Вот весь 2019 год, в 2019 году был рост Ripple там со значений 30 центов до 50 центов, да, потом уже снижение. Все это время весь нисходящий тренд Ripple накапливали, то есть, балансы кошельков росли. Вы можете это посмотреть, опять же, в Telegram канал перейти и сравнить эти данные. Сейчас на этом надолго останавливаться не будем, но скажу так, и как я написал о том, что не вытряхнут снижением Ripple, то есть, если сейчас, допустим, Ripple пойдет опять на 5, на 10, там, 15 центов, на мой взгляд, эти балансы кошельков только вырастут. То есть, здесь уже будут значения не 25 миллионов, там, а 30, 35 миллионов, 40 миллионов, да, соответственно, здесь будет больше и так далее. Вот поэтому слишком спорное утверждение, и я написал свое личное мнение о том, что какую-то часть энтузиастов действительно вытряхнут, именно энтузиастов, да, вряд ли розничных инвесторов, и это будет только на волнах, на волнах глобального восходящего тренда, куда выше одного доллара за одну монету. Ну, раньше вряд ли кто будет продавать, если и будут продавать, то это, скорее всего, какие-либо краткосрочные трейдеры, либо среднесрочные, можно сказать, среднесрочные трейдеры, да. В общем, высказал свое мнение, хочу услышать тоже ваше мнение, да, если интересно, если у вас есть время, то уже напишите, что вы думаете по этому поводу. Так, переходим к графику и смотрим Ripple USD. Ребят, ничего не изменилось абсолютно, у нас инструмент сейчас торгуется выше 27 центов за 1 Litecoin, 27 центов, ну, район 27 центов, это ближайшая зона интереса, обусловлена зоной дисбаланса еще от 1 августа 2020 года. Это зона дисбаланса, ее можно было торговать, здесь можно было купить каким-то образом Ripple, только исключительно выставлением лимитного ордера, мы про это с вами уже говорили. Причем этот сквиз, это была коррекция в 61,8, чуть ниже, по Fibonacci мы это посмотрим. Пока что Ripple продолжает стоять в диапазоне 27-30 центов, как вы помните в видеообзоре, в ранних видеообзорах я говорил о том, что это не есть плохо, то, что если мы здесь остаемся и торгуемся какое-то время, то это, на мой взгляд, опять же хорошо. А что касается Ripple видеообзоров, вы также можете их посмотреть ранее, это Ripple за 7 долларов, реально или нет, Ripple к биткоину и Ripple к USD, более глобальные видеообзоры есть здесь, можете выделить время на их просмотр. Просмотр. Если смотреть Fibonacci, давайте сначала Ripple к доллару. Что касается коррекции в 61,8, это вот этот сквиз, то есть по правилам ТС 80 на 20, есть такой пунктик, что если происходит коррекция сразу с пробоем уровня 61,8, то в принципе здесь Fibonacci определяется. По Fibonacci на данный момент мы стоим выше уровня 38,2, то есть нельзя сказать, что с коррекцией биткоина, которую мы на данный момент с вами наблюдаем, сильно изменилась ситуация по Ripple. Плюс я заметил то, что в моменте именно Litecoin XRP при падении биткоина меньше всех показал снижение. То есть раньше, когда падал биткоин, и я думаю каждый из вас это знает, Ripple падал еще сильнее. На этот раз ситуация немного изменилась. Тот же ETH и, ну можно сказать, весь топ альткоинов упал на больший процент, чем это сделал альткоин Ripple. По Fibonacci на текущий день актуальная цель ближайшая это 35-36 центов, это зона 27 уровня расширения. Также можем замахнуться на уровень 61,8, расширение порядок 40 центов за один альткоин. Зона интереса, они не изменились, то есть это те же 27 центов, о котором вам говорил еще ранее до этого снижения. Что здесь вы могли в принципе купить, если краткосрок, допустим, рассматривали, даже со стопом за зону дисбаланса, то это там процентов 20 можно было здесь забрать. На данный период времени я понимаю, что у многих расшатаны нервы, что касается вообще всех альткоинов, поэтому если у вас есть страх остаться в какой-либо просадке, то вы просто на все можете поставить стоп лосс за 26 центов. То есть здесь стоп лосс получается очень небольшой. Да, то есть, ну, ровно 26 центов я бы здесь не ставил, я бы поставил стоп лосс здесь 25,8. В чем проблема данного стопа, в чем проблема данной зоны дисбаланса и, соответственно, следующая зона интереса в 25 центов. Я думаю, она уже довольно понятна, да, логически, если рассуждать, то вы ставите стоп лосс вблизи следующей зоны интереса. Альткоин может спокойно пробить данную зону. Почему? Потому что раз тест был, это уже второй тест. То есть если пойдем ниже и будем закрепляться ниже 27 центов, мы можем сходить за стопами и уйти наверх. То есть ваш стоп заберут, и альткоин вернется наверх. Несмотря на это, кто будет ставиться стопом, если вы покупали, да, либо если покупали за 10-14 центов и ставите стоп лосс профит, то вы можете, в принципе, здесь ограничить убыток, дождаться, когда альткоин снова вернется за 27 центов и на ту часть, ну, можно сказать, там, USD, либо USDT, которая у вас выбила стоп, перезайти. А по факту я обновленную картину, если произойдет это снижение, естественно, выложу, ну, скорее всего, уже в Telegram канал. В чем еще раз проблема? А именно в том, что здесь две зоны есть баланса. Вот раз она отработала, да, здесь был первый тест этой зоны, и два – это локальная. На четырехчасовом таймфрейме. Поэтому здесь, опять же, с точки зрения стопа, он уместен, но при возврате вы можете перезакупить. Если вы будете заходить, либо заходили, но с учетом снижения в 25,3 цента, то здесь покупка раз, здесь покупка два. И вот на эти две покупки вы можете поставить какой-то общий стоп лосс, но уже за эту зону дисбаланса, то есть в район 23 центов за один альткоин. Это если говорить о сделках, да, о покупках альткоинов с понятным риск-менеджментом. Если стоп лосс большой, просто уменьшайте объем входа в сделку, да, соответственно, для того, чтобы ваш стоп лосс, срыв вашего стоп лосса не сорвал вам крышу, как я очень часто выражаюсь, записывая видео-взоры в закрытый канал Telegram. Что касается закрытого канала в Telegram, в описании к этому видео есть все подробности. Кому нужен больше объем информации, можете воспользоваться данной возможностью за абсолютно символические деньги. Вот, это что касается зон дисбаланса на Ripple. Цели остаются прежние, то есть более принципиальные отметки. Это 37,40 центов, ну, даже 40,43 цента. Это первые среднесрочные цели. Это зоны засаженных лонгистов. Это те лонгисты, которые покупали Ripple еще при росте в мае 2019 года. Первая зона уже достигнута, да, то есть мы рассматривали вот этот весь импульс еще, когда Ripple торговался в районе 20 центов, да, то есть я назвал условия для дальнейшего роста. Это как раз-таки проторговка выше 27 до 30 центов. Мы это говорили, опять же, в рамках недельной Fibonacci. Сейчас я ее вам покажу. Так, коллеги, вот недельный Fibonacci. Дальше мы этот график с вами уже неоднократно разбирали в видеообзорах. Да, то есть еще здесь мы, ну, я поделился своим соображением о том, что для дальнейшего ту зиму, ну, для слома всей картины нисходящего тренда необходимо выходить за уровень 61,8 по неделям и таймфрейму. То есть график дневной, но вот эта Fibonacci недельная. Просто на дневке здесь более наглядно все видно. Вот мы с вами пробиваем 61,8, вот уровень 61,8 коррекции уже выступает поддержкой. Обратите на это внимание. Да, то есть 11 августа и даже при сливе биткоина вчерашним мы ровно, ну, можно сказать, почти ровно, да, ударили в линию 61,8 этой недельной Fibonacci. Что касается зон засаженных лонгистов, то есть первая зона уже достигнута. Все, кто здесь заходили в сентябре 2019 года, ну, осенью 2019 года, все, кто заходили на, допустим, на какой-то пробой, да, либо в этой проторговке и не хотят держать дальше данную монету, считают, что это ложный выход наверх. Сейчас все это дело сдуется. Выйду-ка я без убыток. Как раз-таки мы этого диапазона достигли. И это, на мой взгляд, это хорошо, чем плохо. Вторая такая зона для такого диапазона находится с отметок 37 центов до, ну, приблизительно до 40, там, до 43 центов. Здесь уже крупный капитал поставит задачу забрать объем, объем альткоинов Ripple у тех людей, которые заходили еще летом 2019 года на обновление хаев марта. То есть за выходом за 40 центов здесь также много засаженных лонгистов. Есть и маржинальные трейдеры, да, которые в бессрочный своп зашли в сделку, точнее, да, и, соответственно, до сих пор сидят в ней там с каким-то убытком, но уже этот убыток небольшой. Ну, для тех, кто не с большим плечом заходили, либо вообще без плеча, но маржинально заходили, да, соответственно, у них там может быть ликвидация на, там, я не знаю, на 5 центах, допустим, либо на 2 центах. Был комментарий о том, что это невозможно, то, что нельзя на Bitfinex зайти в позицию маржинальную, да, и при этом ликвидация, чтобы была далеко. Я не знаю, каким образом это невозможно. На мой взгляд, это спокойно можно сделать, рассчитать объем входа в сделку, да, зайти в сделку, чтобы у тебя зона, точнее, уровень ликвидации позиции был, допустим, на тех же 5 центах, то есть это вполне реально, да. Вот, поэтому, на мой взгляд, это возможно. Опять же, кто здесь сидит, а сидят и обычные покупатели, да, кто покупал, просто держит, им уже надоело держать данный литкоин, и, соответственно, ну, может быть, какая-то часть маржинальных трейдеров также сидит, до сих пор держит позицию уже больше одного года. Поэтому вот этот диапазон, я полагаю, в следующий раз, да, при следующем импульсе будет именно в этом месте, то есть от 37 до 43 центов. Да, может быть такое, что мы пробьем на импульсе, но я немножко сомневаюсь, да, я считаю, что все-таки здесь будут довольно серьезные продажи, и, ну, смысл вести, смысл сразу пробивать на импульсе данную зону, на мой взгляд, нет. Необходимо также потрепать нервы вот этим людям, сейчас мы трепим нервы вот этим ребятам, да, ну и, соответственно, вот это вторая стадия, второе условие для дальнейшего тузимона и достижения глобальных целей. Более среднесрочные цели – это 60 центов, 80 центов и 1 доллар, согласно недельным Fibonacci, которым мы разбирали в ранних видеообзорах. Если коротко, давайте посмотрим по-быстрому недельный Fibonacci. Я не буду это убирать, надеюсь, вам это, ну, не совсем помешает, да, я единственную вот эту фразу уберу. Вот если смотреть на глобальную Fibonacci, вот недельную, от самого-самого хая, да, то никакого роста еще не было. То есть Altcoin пришел в зону потенциального дна, это зона 27 уровня расширения, зона интереса начиналась там 16 центов и ниже, плюс несколько недельных Fibonacci отработали, по этой причине я в свой портфель докупал Altcoin в районе 10-14 центов. Своевременно о зоне интереса, об этой зоне интереса я записывал в видеоролик, поэтому вы могли поступить таким же образом. И посмотрите, пожалуйста, на эту глобальную Fibonacci. То есть помимо вот этих целей от недельных локальных Fibonacci, значит здесь есть более глобальная, можно сказать, отметка, это район 2 долларов. То есть если говорить о какой-то памповой свече на недельном таймфрейме, то есть этот вариант предусматривает рост Altcoin сразу в район 2 долларов за одну монету. Возможно ли, что будет стоить Altcoin там 5-7 долларов, там 155 долларов, 157 долларов, коллеги, естественно, я вам не скажу. Единственный момент, мы с вами посчитали вот в этом видеообзоре, посмотрите его, пожалуйста, неделю назад, о том, что может ли стоить Ripple 7 долларов, исходя из графика XRPG BTC согласно целям на недельном таймфрейме. Мы пришли к выводу, что в принципе, да, это возможно, если биткоин там будет стоять, я не знаю, в районе текущих цен или там будет стоить 20 тысяч долларов. В принципе, это вполне реально. Сейчас на этом графике также не буду останавливаться. Сейчас коротко перейдем на график XRPG BTC, дабы прояснить те мысли, которые я уже выложил. Так, секунду. Выложил в телеграм-канал, пост. Получается, с сегодняшнего дня от ночи, да, то есть 2 часа ночи по московскому, по киевскому времени. Вот, я выложил такой график с Fibonacci, то есть для достижения цели. Сейчас на данный момент цель 3300 Сатош. Для ее достижения необходимо пробивать нисходящую трендовую линию, которая идет от хаев октября 2019 года, крепится к хаям февраля 2020 года. Здесь последовала та самая коррекция, о которой я говорил еще в момент попытки пробить данную нисходящую тренду, то, что у нас может повториться сценарий с попытками пробоя июля 2020 года. То есть здесь тоже был тест, вот здесь был тест, мы скорректировались ниже. Куда произошла коррекция? Ну, ребята, на графике вы видите, коррекция не ниже линии 50 уровня, давайте попробуем сравнить, что было раньше при пробое первой нисходящей трендовой, что есть сейчас. То есть сейчас мы видим, мы протестировали трендовую, стоим над 50 уровнем. Давайте посмотрим предыдущую Fibonacci на рост. Так, секунду. Я, наверное, удалил. Давайте я ее построю. Так, эту пока скрою тогда. Вот предыдущая Fibonacci, вот у нас тест границ, можно сказать, нисходящей трендовой линии, вот мы ушли назад, да, соответственно, тоже стояли какое-то время над 50 уровнем, да, вот здесь есть раз, тест, два, тест, над 38 уровнем стояли, закрывались, но с первого раза нисходящую тренду не пробили, откатились до уровня 61.8 с проколом до линии 78.6, да, то есть здесь была более мощная коррекция. Плюс здесь есть зона дисбаланса, вот в этом месте, да, то есть мы по факту протестировали, показали глубокую коррекцию, протестировали ближайшую зону дисбаланса на D1-4H графике, можно сказать, да, и ушли обратно наверх, уже со второго раза, можно сказать, пробили нисходящую трендовую линию. Давайте еще раз вернемся к текущей Fibonacci. Так, то есть если выделять сейчас зону дисбаланса, ну, здесь немножко сложновато, но я бы выделил ее плюс-минус вот таким образом, то есть данная зона тоже абсолютно на тех же значениях находится, где в прошлый раз, да, то есть чуть ниже линии 61.8, то есть в рамках, опять же, коррекции, импульс-коррекции, импульс мы можем увидеть еще снижение в район тех же 2300, 2100 пунктов за 1 Altcoin Ripple, если смотреть XRP BTC. Вот, то есть дальнейшее снижение, ну, я рассматриваю даже вот сюда. Если будем ломать Fibonacci, если будем уходить надолго ниже 2000 пунктов, то, к сожалению, скорее всего, здесь картинка поломается, мы можем сходить обновить лои. То есть это нежелательный сценарий для дальнейшего роста Ripple, что к доллару, что к биткоину. Вот, после достижения цели, опять же, если рассуждать о глобальной смене тренда, да, о достижении 3300, Сатош и причем вот эти 3300 коррелируют именно с глобальной нисходящей трендовой линией, которая идет от хая сентября 2018 года. То есть помимо цели в 3300, здесь есть и нисходящая трендовая. Пробить ее наиболее, так сказать, принципиальное, принципиальный момент для глобального пампа. Потому что вот эти, если трендовые смотреть, да, они идут все-таки годичной давности, даже чуть меньше, да, это октябрь 2019 года. Если говорить об этой нисходящей трендовой, то она идет от 2018 года. То есть этой трендовой уже два года. Вот, ну плюс есть историческая трендовая, да, то есть там зазор, в принципе, 5000 Сатош, можем долететь в моменте. Но при этом необходимо пробивать данную нисходящую трендовую линию. Необходимо выходить на 3300 Сатош за один альткоин. Ребят, ну, наверное, на этом я закончу. Поэтому я своими мыслями поделился. Надеюсь, также вы напишите в комментариях свое личное мнение на этот счет и по поводу балансов кошельков, и по поводу дальнейшего движения цены биткоина. Так, ну в целом, в целом все. Давайте дальше перейдем к следующему альткоину. Так, сейчас разберем пару ОМГ-USD. По бирже Bitfinex рассмотрим недельный таймфрейм. Я уже оставлял пост в телеграм-канале по этому поводу. Вопрос, можно ли было откупить монету максимально дешево, ответ, можно было. То есть по торговой стратегии 80 на 20 можно было это сделать. Но как я написал, трейдинг не терпит сослагательного наклонения, но это отсылка опять же к поговорке о том, что жизнь и терпит сослагательного наклонения то же самое с трейдингу. Слишком много бы, но если бы заранее отметил бы Фибоначчи и так далее, и так далее, и так далее. В рамках, опять же, вот этих недельных Фибоначчи, еще раз повторяюсь, мы разбираем альткоины на недельном таймфрейме в приватном канале по заявкам. К сожалению, ОМГ-USD я не разбирал. Хотя, если бы разбирали этот альткоин, допустим, ранее, то зона интереса в районе 52 центов я бы с легкостью определил, да, и, соответственно, вот здесь бы сказал, что да, можно покупать. Единственное, что я делал, это видеообзор в открытый доступ еще в сентябре, в далеком, можно сказать, в далеком сентябре 2019 года, почти год назад, зону интереса в районе 50 центов я определил с помощью дневной Фибоначчи, да, соответственно, сказал о том, что эта цель может быть достигнута, и отметка в 50 центов является интересной для покупок. Это единственное, что было по ОМГ, если говорить о видеороликах в открытом доступе. Что произошло по факту? То есть, по факту, если смотреть глобальную Фибоначчи от снижения апреля 2018 года, фактически у нас была здесь, здесь у нас, так, сейчас, секунду, была очень-очень слабая коррекция, опять же, в рамках правил нулевой уровень определился на свечке у 10 сентября 2018 года, как правило, если коррекция очень слабая, да, то есть мы не дошли здесь даже до 23,6, не дошли до 38,2, как правило, зона потенциального дна отрабатывает. То есть, в данном случае зона определяется в районе 27 уровня расширения, да, то есть верхняя граница 18 уровень, нижняя граница 27 уровень расширения, учитывая то, что это недельный таймфрейм, зона интереса и ордера на покупку выставляются выше, приблизительно в таком масштабе, берете горизонтальную линию и выставляете выше цифр 18, то есть мы получаем отметку 52 цента, ну, то же самое, что и подневки сентябрьской, да. Что произошло по факту, то есть изначально у нас здесь коррекция была в нулевой уровень, да, то есть мы не смогли пробить данный уровень, и повторный тест с помощью новостного фона, новостей о том, что USDT будут делать на ОМИСГО, да, данный литкоин выстрелил выше и достиг сразу три глобальные цели. Это первая цель, самая первая цель, это район 3 долларов, вторая глобальная цель, 7 долларов за один литкоин, это 23,6, и третья глобальная цель вблизи 38,2, ну, это район цен там, я не знаю, 9,9,5 долларов, ну, здесь могло, в принципе, не добить до, ну, тут ровно 9,5 долларов, да, потому что, опять же, это, повторяюсь, недельный таймфрейм, необходимо учитывать погрешность. Что сейчас, и опять же, в рамках того, что я уже сказал ранее, я считаю, что глобальным альткоин может еще пройти выше с текущих, либо нет, либо при коррекции, там в район 3,5 долларов, но я считаю, что не то, чтобы я считаю, а фибоначи, да, если отработает в полной мере, то это уход в район уровня коррекции сильного, значимого 61,8, то есть 13,5 долларов за один альткоин мы можем с вами увидеть, да, ну, возможно, понятное дело, мы можем выше пролететь, но дальше уже, там уже необходимо будет смотреть фибоначи на недельном таймфрейме уже на рост, то есть если смотреть на снижение от глобального дампа, то цель 13,5 долларов с возможными сквизами, с возможным дальнейшим ростом, даже в район 16 долларов за один альткоин, за один альткоин. Коллеги, это недельный таймфрейм, то, что есть такие цели долгосрочные, это не значит, что сейчас нужно бежать и на полную для этого закупать данную монету, все-таки лучшие цены уже прошли, это раз, во-вторых, сейчас идет коррекция, мы сейчас рассмотрим на более мелком таймфрейме уровне зоны интереса для покупок, вот, и третье, ну, еще раз проговариваю, это недельный таймфрейм, да, то есть следует, даже если вы купите при коррекции, следует быть готовым к ожиданию, даже вот эти цели, допустим, нулевой, 23-й, 38-й уровень были достигнуты, ну, можно сказать, спустя, ну, если вот зона интереса в декабре, да, 2019-го года, это получается январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 8 месяцев, ну, 8 месяцев и прибыль там получается какая? До 1700%, естественно, это ни о чем, банки за год не платят, 10%, да, тут за 8 месяцев 1700, естественно, если бы я знал, если бы мы знали прикуп, я бы купил, я не покупал, откровенно говоря, я не покупал данный альткоин, как правило, я покупаю подобные альткоины в рамках обзоров, опять же, закрытых каналах, но не более там, чем на 2000 долларов, то есть 1000-2000 долларов я покупаю и жду, будь что будет, там соскамиться, соскамиться, не соскамиться, закрываю вот там, соответственно, первую цель, вторую и так далее, вот, ОМГ я не рассматривал, давайте дальше перейдем, в целом, по недельке я все сказал, единственное, что здесь можно, опять же, в рамках глубокой коррекции, интересна будет реакция в районе нулевого уровня, опять же, если учитывать погрешность, то даже 3,5-3 доллара, если продолжится снижение, и все-таки, если мы будем отбиваться от этой области, то есть, нулевой уровень уже выступит в качестве поддержки, здесь он выступал в качестве сопротивления, здесь было последнее импульсное движение перед пробоем, то в целом, да, примерно через такое движение мы можем пойти на следующие глобальные цели, по срокам вам никто не скажет, поэтому не спрашивать, когда это будет, через месяц, либо через, я не знаю, через два года, я не знаю, может, это будет завтра, без понятия, то есть, достижение этих целей, давайте дальше перейду к более локальным таймфреймам, так, опять же, локально я тоже оставлял пост, единственное, что я здесь с Фибоначчи накосячил, я ее на следующий день, я ее на следующий день, сейчас, секунду, это я на рост биткоина поставил уведомление, на следующий день я ее исправил, поэтому получил здесь картинка не та, которая была 23 августа ночью, да, то есть, Фибоначчи изменилась, вот они, зона дисбаланса, график, мы стояли вблизи зоны дисбаланса, я написал о том, что если и дальше пампить монету, то уже пора начинать, в принципе, здесь моего поста, можно сказать, сразу мы выросли на 33%, далее откатились, опять же, в рамках снижения биткоина, что здесь можно сделать, ребят, здесь, это даже не 4H, это часовая Фибоначчи, да, вот он, часовик, вот эту зону можно продлить, вот идет первый тест, отбой, первый тест всегда более безопасен, да, для той же отторговки с помощью лимитника и стопа, повторный тест часто пробивает зону интереса, мы обновляем как минимум лои, какие здесь две зоны интереса на часовом таймфрейме, сейчас час, далее, ну, покрупнее посмотрим, на час я не вижу здесь ничего абсолютно другого, нежели сделать таким образом, что если вы верите в дальнейший рост плюс-минус текущих цен и учитывая там, возможно, еще какое-то небольшое снижение, то это покупка плюс-минус, ну, можно сказать, с текущих цен, учитывая вот эту зону дисбаланса интереса, вот, и покупка в районе 4 долларов 40 центов, это на часовом таймфрейме, то есть здесь, что касается стоп-лосса, опять же, я не вижу как бы другого выхода, как не ставить его за нулевой, точнее, за сотый уровень, за эту зону дисбаланса, то есть вы можете здесь купить, здесь докупить, выделить на это какую-то часть денег, поставить стоп-лосс на 3.60 плюс-минус, да, соответственно, ну и все, больше здесь ничего, на мой взгляд, не сделаешь. По Fibonacci здесь уже был отбой от 60 до 1.8, вот он уровень, вот коррекция, точнее, отбой от уровня на 38%, то есть здесь он уже отработал, то есть при повторном тесте мы пробиваем данный уровень, здесь уже отработала зона дисбаланса, по большей части здесь все поддержки начи саундом фрейме, они уже пробиты, то есть в рамках Fibonacci здесь все уже напробивали, все что можно. Сейчас цель район 10,5 долларов, это если мы плюс-минус в ближайшее время выходим обратно за 6 долларов, то вот эта цель, она вполне реально достижимая, да, то есть 10,5 это прям впритык, можно сказать, к уровню, к 18 уровню расширения, я бы поставил даже чуть ниже, там 10,3, подведя итоги, подводя итоги, могу сказать, что в рамках часового таймфрейма, на мой взгляд, можно покупать с текущих цен, но учитывать снижение в район 4 долларов 45 центов и при этом ставить общий стоп-лосс на эти позиции за 100 уровень по Fibonacci, то есть где-нибудь ну 3,5 доллара, иного выхода я не вижу. В рамках инвестиций, если вы верите в дальнейший рост и готовы ждать достижения глобальных целей в рамках недельного таймфрейма, который я показал моментом ранее, давайте рассмотрим зоны интереса на дневке. Я сейчас Fibonacci уберу. Ну, зоны не мешают, я покажу на дневке и покажу вам, в чем минус стоп-лосса за эти зоны. Даже не то, чтобы в чем минус стоп-лосса за эти зоны на части, а в чем сложность. вот текущей ситуации. Все дело в том, что смотрите, если вы на части будете брать текущих и ставить второй ордер на район 4,45 и стоп-лосс на 3,50, вы его поставите в зону дисбаланса на дневке. Вот он, дневной таймфрейм, вот зона дисбаланса, то есть альткоин справедливым может скорректироваться максимально в эту область, здесь проторговаться и уйти наверх. То есть у вас может сработать стоп-лосс, может быть и такая ситуация, да, и рынок развернется. Поэтому прежде чем что-то решить, на какой трейд вы здесь готовы, стоит, наверное, так сказать, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, да, то есть подумать хорошенько, да, и решить, надо вам это или нет. Если вы считаете, что будет дальнейшее снижение биткоина, да, в район 10 тысяч, 9 тысяч долларов, то, естественно, самая ближайшая зона на дневном таймфрейме, это не раньше, чем 3 доллара, там 60, ну, можно сказать, 3 доллара 70 центов, с нижней границей 2 доллара 50 центов. В рамках D1, ну, естественно, здесь можно совершать покупки, да, соответственно, стоп-лосс я не вижу смысла ставить раньше, чем 2 доллара 20 центов. Вот, в рамках инвестиций, то есть если вы решитесь на какие-то покупки в районе 5 долларов тире 4.45, то есть докупить можно будет альткоин, ну, опять же, в районе там 3 долларов 70 центов, да, вот ваши 2 покупки, если со стопом, то за эту зону, за эти все зоны ставите общий какой-то стоп-лосс, вот, если, ну, если без стопа, то, ну, будьте готовы ждать, просто ждать, потому что, еще раз повторяюсь, не потому, что я не хочу там что-то сказать более конкретно, да, я уже думаю, куда уж конкретнее, я уже все показал, я на часе, да, соответственно, и изъяснил вам сложность текущей ситуации на паре ОМГ и УСД, вот, поэтому, откровенно говоря, как здесь поступить более правильно, максимально правильно, я, наверное, вам не подскажу, по ОМИС Гоу, да, есть цели глобальные, но где покупать со стопами, куда прятать именно стоп-лосс, на мой взгляд, здесь, ну, очень сложно с этим, да, понятное дело, если короткий стоп искать, то можно хоть с текущих взять, поставить стоп-лосс куда-нибудь за этот лой, можете таким образом поступить, но при этом, когда альткоин выйдет за 61,8, вы можете перевести, вы можете перевести без убыток эту позицию, то есть, вы здесь, допустим, купили, здесь поставили стоп, альткоин уходит за 6 долларов, вы ставите без убыток, потому что, если уж мы вернулись, но не пошел рост, скорее всего, при возврате, эту зону мы просто на все прошиваем, идем прямиком, вот в эту зону, на 4, точнее, на часовом таймфрейме, да, и уже сразу район 3,50, мы, скорее всего, увидим, поэтому, ребят, здесь только, либо дробить часть денег, на 2 ордера, ставить какой-то общий стоп, либо по часовику, либо по дневке, либо просто искать, какие-то короткие стопы, с текущих цен, и уже при снижении в район тех же 3 долларов 70 центов, но здесь я уже, опять же повторяюсь, я не вижу смысла ставить стоп-лосс, если вы здесь будете дожидаться коррекцию, вот в эту область, ну, просто здесь ставить, допустим, лимитку 3,60, и сразу стоп на 3,20, или 3,12, 3,10, ну, странный трейд, на мой взгляд, вот, поживем, увидим, в общем, наверное, принимайте решение самостоятельно, на этой паре, потому что здесь действительно ситуация нелегкая, не из легких, да, раньше было круто, было бы купить альткоин за 50 центов, да, ну, возможно, кто-то купил, да, в рамках этого видеообзора еще в сентябре 2019 года, возможно, нет, но я не покупал, я не покупал, вот, ну, ничего страшного в этом я не вижу, то есть, конечно, у меня там какое-то чувство упущенных возможностей, о том, что я сейчас сижу, переживаю за эти 1700 процентов, конечно, их нет, вот, не заработал здесь, так, ну, заработал на других сделках, на других инвестициях, поэтому меня абсолютно не коробит эта ситуация, в целом, по ОМИС ГО, крупный капитал закупался, по факту, да, крупный капитал здесь неплохо держал цену, в этом месте, причем здесь тоже была зона сбаланса, с тестом, с небольшим недобоем, да, и мы ушли наверх, здесь, да, возникла восходящая трендовая, да, здесь был пробой нисходящей трендовый, но, что пробой нисходящей трендовый, что возникновение восходящей трендовый было абсолютно на любых альткоинах практически, ну, я имею в виду после мартовского дампа, то есть нельзя было сказать, что вот, допустим, какой-то альткоин пробил нисходящую от июня 2019 года, появилась восходящая трендовая, и обязательно он пойдет на 1700 процентов, естественно, нет, естественно, это манипуляция с новостями о, ну, связанной с тизером, с тезером, с USDT, в общем, да, вот, поэтому, ребят, здесь только так уж, как сказать, не серчайте иных советов на текущий, сейчас я дать не могу, если что-то изменится, в телеграм-канале вы увидите информацию, да, если я посчитаю нужным, на мой взгляд, посчитаю интересным, там, покупка с текущих, на мой взгляд, вот прям с текущих, без стопа, там, со вторым ордером на 3,5 доллара, и то, что это можно все держать, я, естественно, напишу, вот, если я это сделаю, на мой взгляд, здесь уже, конечно, с учетом достижения трехнедельных целей, риск, риск завышен, поэтому, пожалуйста, примите здесь самостоятельное решение, что можно сделать в качестве трейда, я все показал, давайте перейдем к следующему альткоину, полка DOT, так, DOT, USDT, биржа Binance, текущая стоимость 6 долларов 50, 6 центов, с учетом, опять же, совершившегося сплита, да, если не ошибаюсь, это так называется, когда цена в 100 раз падает, и так далее, сейчас это все отпустим, да, чтобы не затягивать, то есть, в 100 раз уменьшили стоимость, всем выдали в 100 раз больше монет, да, это все, и так далее, и так далее, сейчас давайте не буду на этом останавливаться, я также не буду сейчас проговаривать моменты, связанные с DeFi, DeFi, проектами, как это все здорово, как круто, что это все пампит, и так далее, давайте рассмотрим сугубо график, без лишних, без лишней лирики, это часовой таймфрейм, даже знаю, да, то, что у нас на Poloniex, Altcoin торговался, по крайней мере, куда выше текущих отметок, в общем, не суть, давайте дальше, на 4H, Fibonacci нет, коррекции нет, D1, коррекции нет, то есть, ближайшая коррекция, которая была, это была при, вот в самом-самом начале, да, то есть, у нас была коррекция, здесь цель достигнута, в принципе, ладно, сейчас, наверное, эту свечку трогать не будем, на дневном таймфрейме, идет бескоррекционное движение, точек входа нет, придумывать я их не хочу, покупайте за 6.50, продадите за 12 долларов, через день, я так сказать не могу, потому что, я не знаю, в рамках хайпа, в рамках пузыря, это может произойти, да, покупать вам с текущих или нет, решать только вам, если вы готовы купить, на всю котлету, или там на огромную часть денег, без стоп-лосса, и ждать уверенное, как любят выражаться, 100%, то, пожалуйста, делайте, берите на себя такие риски, если вы готовы потом с этим жить, да, если вдруг не отработает ваш сценарий, если смотреть сугубо график, на 4-х часовом таймфрейме, я вижу зону дисбаланса, если выделять ближайшую, интересную, по крайней мере, зону дисбаланса, я бы ее построил таким образом, с верхней границей в 5 долларов, ну, примерно 5 долларов 10 центов, с нижней границей, ну, в 4.40, это раз, если альткоин, ну, вылетит, если пока что это все не остановилось, на данный момент, альткоин полетит выше, понятное дело, что здесь можно будет выделить зону еще в этой, ну, в этом области, с верхней границей, в районе 5 долларов 80 центов, ну, может, ее поуже возьму, сейчас, сейчас, наверное, не скажу, вот, на 4-х часовике, в принципе, так, вторая зона интереса, на 4-х, здесь, вторая зона дисбаланса, то есть, верхняя граница, 4 доллара 25 центов, нижняя граница, 3 доллара 70 центов, и крайняя зона интереса, зона дисбаланса, находится на отметке, на отметке, в 3 доллара 20 центов, за альткоин, то есть, на 4-х часовом таймфрейме, ближайшие зоны, интереса, для каких-либо отторговок, так сказать, покупок, конечно же, понятное дело, шортить уже в зоне спроса, не рекомендуется, это касается не только DOT и USDT, ну, не только полка DOT, это касается абсолютно любого альткоина, то есть, если вы рассматриваете шорт, шорт рассматривается, именно, контр-трендовый шорт рассматривается именно в зонах у блоков предложения, здесь, естественно, их быть не может, целей, ну, какие здесь могут быть цели, нет никакой истории, то есть, соответственно, я их придумывать тоже не хочу, в рамках, опять же, коррекции, если вдруг вы там покупали, вам повезло здесь заработать деньги, опять же, вы можете сказать, что нет, не повезло, я купил, потому что здесь были уверены 60%, но в комментариях у всех могут быть иксы, если вы так сделали, то вам по большей части, на мой взгляд, повезло, то есть, вы вошли в этот хайп своевременно, вот, готовость текущих или нет, ну, опять же, если краткосрок, ищите какие-то короткие стоп-лоссы, пробуйте, если рассчитываете на коррекцию, то ближайшая зона интереса, где я бы пробовал рассмотреть покупки, это не раньше, чем 5 долларов 10 центов, то есть, дождаться коррекционное движение, но неважно, это может с этих отметок, если, конечно, мы вылетим куда-нибудь в район 8 долларов, 9, 10 долларов, то здесь зону интереса я бы выделил, да, на 4-х часовом, но пока что в рамках цены за альткоином 6 долларов 50 центов, вот здесь выделять зону пока что, на мой взгляд, рано, да, можно здесь на часе сейчас поработать, но на 4-х нет, а как мы видим, даже на 4-х часовике здесь нет коррекции, да, здесь была фибоначи, ранее, ранее фибы, здесь можно было как-то попробовать поторговать, здесь коррекция состоялась до уровня 50-го, 50, да, и, соответственно, здесь была цель достигнута, причем с объемом 61,8, уровень расширения на объеме, мы достигли данную цель, был небольшой откат и продолжение тренда, пока что здесь больше коррекционных движений нет. С точки зрения инвестиций, ну, с точки зрения инвестиций, если говорить о покупке без топов, да, если вы к этому готовы, то, ну, по-хорошему, вот ваши три зоны, да, то есть вам необходимо принять, понять, точнее, перед тем, как расставлять лимит на ордера, перед тем, как совершать покупку, вам необходимо понять, как вы с ними будете работать, с этими тремя зонами. В качестве разделения денег на три части это 5,10, это 4,25 и третий ордер это 3,25. Ну, то есть средний у вас получится там в районе 4 долларов за один альткоин. В качестве сделок, ну, ждете коррекцию, соответственно, если сразу с лимиткой 5,10 стоп на 4,45, если с общим стопом на эти две зоны, то это раз-два со стопом за две эти зоны. Да, то есть, если вы делите деньги на трейд, но делите их на две части, потому что здесь могут быть сквизы и так далее, и так далее, то, ну, соответственно, вот ваши две зоны дебаланса, от них и работайте. Fibonacci здесь абсолютно, Fibonacci никак я здесь не построю, приблизительные цели я могу, конечно, назвать, но это будет очень-очень грубо, наверное, не совсем уместно, но сейчас чуть позже, наверное, посмотрим. Вот, ребят, подводя итоги, скажу так, что по проекту .usdt в рамках фундаментала, хайпа, пузыря, фома и так далее, конечно, это все может, весь этот рост может продлиться. Покупать с текущих, с какими-то там в кавычках уверенными 12 долларами я такого не могу сказать, потому что я не знаю. Вы не знаете, я не знаю. Работать с какими-то короткими стопами, хоть с текущих цен, 5M, 15M, 30M, ну, естественно, можно, если у вас есть, как я уже выражался, как его называется, в общем, если у вас есть хороший опыт для краткосрочных сделок, на локальных таймфреймах, естественно, вы можете взять с короткими стопами, забрать какое-то движение, там, 1 к 10, 1 к 20, если у вас есть опыт. Если опыта нет, то вы можете на стопах прокатиться, да, соответственно, позабирать там, возможно, какие-то небольшие профиты, но я считаю, что здесь DOT, USDT, наверное, наверное, здесь будет все очень печально, в один прекрасный момент будет хорошее снижение. плюс по полка DOT, коллеги, в телеграм-канале также, как я обещал, я здесь уже начал публиковать некоторые интересности, любопытности. Сегодня я выложил пост о Артура Хейса, это директор, ну, самый главный, биржи BitMEX, да, он написал DeFi портфолио Uptate, там, ну, в общем, он, либо у него уже в портфель, либо он набрал в портфель, вот, ну, грубо говоря, сегодня это DOT, не знаю, как читаю, в общем, вот это литкоин, который перегнал биткоин в моменте, да, Wi-Fi, я не знаю, в общем, не суть, и, ну, типа Losers, это YAM и LINK, и, соответственно, так, и, соответственно, новая позиция LENT, он написал, вот, возможно, новая покупка, возможно, у него это было в портфеле, в общем, есть суть, разбирайте его значение, как хотите, суть, наверное, не в этом, но тут сразу пришел перевод, как вы знаете, Артур Хейс, когда говорит о том, что биткоин будет расти, о том, что вам продолжится, там, может, покупайте на всю котлету, все полетит наверх, сразу, ну, практически сразу следует long squeeze, где срабатывает огромное количество ликвидаций, а Артурка зарабатывает большие деньги, да, и, соответственно, вот, самый первый комментарий криптопапе написал, то есть сигнал на продажу, это dot, fi и land, и рассмотреть покупки, но buy signal, это link, и, ну, соответственно, вот этот, вот этот ликоин, ям, то есть следует делать все наоборот, ну, учитывая, учитывая данный твит Артура Хейса, конечно, воспринимать, воспринимать его, как сигнал к дампу, ну, дело такое, да, немного странное, это то же самое, что обратиться к экстрасенсу, да, и спросить, будет ли снижение по альткоину dot или нет, как ты считаешь, экстрасенс скажет, да, я думаю, будет, да, соответственно, либо нет, не будет, в общем, дело такое, немножко странное, но то, что написал Артур Хейс о dot и fi, то есть об этом альткоине, да, и, соответственно, о land, то, наверное, все-таки стоит перезадуматься, нужно ли вам это или нет, мало ли здесь что произойдет, подводя итоги небольшие, эти зоны вы можете сами выделить, соответственно, в качестве торгов пока что на данный момент есть вот эти зоны дисбаланса, с которыми можно работать, на которых можно искать покупки со стопами, либо с общим состом за эти две зоны, если вы принимаете решение инвестировать в dot при хорошей коррекции, не влетая с текущих цен на текущих значениях, на текущих хаях, то можете рассмотреть это в три ордера, соответственно, вплоть до 3 долларов 20 центов, либо дождаться просто хорошего дампа, то есть здесь вы можете поработать просто со стопами, вот здесь, но в качестве инвестиций, ну, самая такая интересная, интересная, вот самые-самые, можно сказать, интересные цены, это не раньше, чем там 3 доллара, 33 доллара, 20 центов за один альткоин, будет ли это снижение или нет, с текущих цен или спустя там 8-10 долларов, я не знаю, но считаю, что не все так просто, с этой монеты полка dot, скорее всего, грядут какие-то манипуляции, поэтому будьте предельно осторожны, торгуя краткосрок на текущих отметках на локальных таймфреймах, и будьте предельно бдительны, торгуя у ближайших зон дисбаланса на 4-часовом таймфрейме, я все сказал, принимать решения, естественно, вам, главное, чтобы эти решения были не на эмоциях, а исключительно, исходя из вашего плана, да, то есть я люблю говорить, есть план, есть действие, есть результат, то есть план, действие, результат не относится к эмоциям, если эмоционально вы не очень сильны в данный период времени, то, скорее всего, следует на время отложить трейдинг, да, и перевести дух, особенно это касается тех, кто потеряли на, на возможных шортах, на той же бирже BitMEX, в попытках отыграться вы можете потерять куда больше денег, причем это будут ваши, возможно, почти последние деньги, вот я по своему опыту, по опыту большинства, наверное, людей не рекомендую пытаться отыграться после большой неудачи, лучше переведите дух, и потом возвращайтесь с более свежей головой, сделайте работу над ошибками, берите лист бумаги, ручку, пишите, что вы сделали не так, как это можно изменить, нужно ли это изменять, и нужно ли вам действовать именно сейчас, или подождать, да, соответственно, все пропишите, и потом уже, так сказать, с более остывшим состоянием, и ясным разумом приступайте к делу, всем успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok